Музыка перспективы. Пространство современной российской академической музыки. Добрый вечер. У микрофона Антон Дубин. Сегодняшний наш гость – композитор Артур Забнин, руководитель Петербургского представительства Гильдии молодых музыкантов «Молот» Российского музыкального союза, солист и директор Петербургского «Молот» ансамбля, художественный руководитель фестиваля современной музыки «Звуковые пути». Добрый вечер. Артур, приветствую вас. Здравствуйте. Оттолкнусь от сочинения вашего «Суровый стиль», с которого мы начали программу. Очень интересно выстроено это сочинение визуально. Я немножко расскажу. Оркестр разделен, струнные на сцене, духовые и ударные рассредоточены по залу. Постепенно духовики группами медленно поднимаются на сцену. Публика за этим с интересом наблюдает. Как бы вы это сами определили? Это театр или ритуал? Чего здесь больше? На самом деле больше, конечно, в этом ритуала, хотя театральность какая-то мне близка. Хотя я инструменталист по своему, так сказать, первому образованию, собственно говоря, по своему второму образованию. С детства я любил именно какие-то театральные жанры. В первую очередь оперу слушать и смотреть в постановках. И, конечно, наверное, это все равно под короткой каким-то образом сидит. Но тут вообще изначально эта идея была такая, что это движущийся звук, заполняющий весь зал. Особенно в нашу эпоху, когда различные медиа развиваются и сараунд звук является вообще какой-то уже нормой для каких-то больших помещений, залов. Вот то, что оркестр звучит примерно из одной точки на сцене, это тоже, в общем-то, вызывает определенные вопросы. И была, в том числе, и такая идея. Но, видимо, сам музыкальный материал, он исполнитель, в данном случае оркестр молодой школы, он повернул в сторону, собственно говоря, такой вот театральность и ритуальность. Потому что, собственно, это такой профольклорный, наверное, материал, связанный с какими-то плачевыми историями, да, с плачевым криком в первую очередь. И, соответственно, все это в исполнении молодых ребят превратилось в такое ритуальное шествие, в общем-то, на сцену. И даже в некотором сути я сам был удивлен, насколько это сработало и с театральной точки зрения, то есть имело такой эффект театральный. А можно об этом сказать как о своего рода антипрощальной симфонии? Вот видится ли вам это сочинение вот в таком ракурсе? Нет, это не видится в таком ракурсе. Ну, во-первых, есть же известная очень антипрощальная симфония, это первая симфония Шнитке. И там все-таки вот эта театральность, она, как бы сказать, преобладает вначале, да, то есть все-таки эти выходы, они вот связаны как раз с каким-то театральным эффектом, на мой взгляд. У Гайдена тоже этот эффект, в первую очередь, наверное, театральный, и, конечно, говорят, да, популярна эта идея, что, ну, отпуск пора было отпускать, денег не платили и так далее. Ну, на самом деле, конечно, это про жизнь и смерть, как всегда. То есть, если бы это все было настолько просто Гайденом замысленно, то вряд ли кто-то сейчас бы эту музыку так часто исполнял. Конечно, здесь вот этот вот постепенный уход артиста со сцены, это, конечно, метафора, в общем-то, скорее, наверное, ухода из жизни людей, вообще метафора смерти. У меня совершенно не про смерть. Скорее, это гораздо ближе к каким-то фольклорным историям, ритуалам, да, к карагоду, к обрядам, скорее даже. Ну, карагод, да, как воплощение такого обряда, да, то есть это сюда ближе. А как вот в этом процессе выстраивания коммуникации с публикой не потерять себя композиторски, развиваться, обновлять музыкальный язык и вместе с тем не упрощаться? Вот как вы сами для себя решаете эту задачу? Ну, наше поколение миллениалов, оно все-таки больше развернуто к публике, на мой взгляд, чем предыдущие. Это связано с тем, что этот майкинг, да, взаимоотношения композитора и публики, вообще музыканта и публики, он качается. И в разные эпохи, да, вот точку такую максимального отдаления, что ли, мы, наверное, прошли в эпоху второго авангарда. Собственно, впрямую об этом говорил Булет в одном из интервью, когда у него спросили, вот почему все-таки музыка, которую вы пишете до сих пор, во многом сохраняет свою элитарность. На что Булет сказал, ну, потому что, когда я ее писал, наверное, я не очень о публике иду. То есть, в общем, такой абсолютно прямой текст, честный, да, и, в общем, это его эстетическая позиция. Но дальше сейчас майкинг находится в стороне приближения, и это связано с движением с какими-то популярными жанрами, с какими-то маячками, да, которые позволяют публике узнавать какой-то знакомый саунд. Собственно говоря, то, что было нормой, например, для работы Бетховена, когда он брал известные жанры, да, и, так сказать, деформировал их под свои композиторские задачи, да, но таким образом сохранял, собственно, коммуникацию с аудиторией, то же самое во многом сейчас наблюдается. Вот, и интересный факт, например, что опера Рометелли, индекс металлов, когда слушают люди совершенно далекие, да, вот в современной академической музыке, они готовы ее слушать и принимают свою, потому что они слышат там именно вот близкий тип звучания к, например, рок-командам, которые они любят слушать. А вот, например, с Булезом у них гораздо более сложные отношения, и они его, как правило, не будут слушать, потому что как раз тип звучания, он для них чересчур академический, и они не видят там ничего для себя близкого. В общем, вот эти такие две точки, если сравнивать, да, то, конечно, Рометелли гораздо более развернут в публике, но не говоря уже о музыке миллениалов, кстати, не только российских, но и зарубежных тоже. Давайте послушаем ваше сочинение, которое называется «1862». Можете его немножко представить? Да, это последний из исполненных на сегодняшний момент сочинений. Написано оно для премьеры мини-опер в рамках фестиваля «Звуковые пути», который был в ноябре 2023 года. И, соответственно, проект назывался «Русские писатели пишут письма». Ну, с одной стороны, поиск русского культурного кода сейчас – это суперактуальная тема. Другой вопрос, что, как это всегда бывает, многие хотят на ней, так сказать, сделать карьеру и просто удачно списаться в конъюнктуру. На самом деле, наша идея была как раз заняться этим честно и взять абсолютно такие хрестоматимии. Да, имена, в моем случае, это дневники Льва Толстого. У Алексея Глазкова был Бахчисарайский фонтан Александра Сергеевича Пушкина. У Константина Степанова фрегат «Паллада» Гончарова вообще неожиданный выход, да, такой, какой вот можно установить связь между современной академической музыкой, да, и вообще современным контекстом и фрегатом «Паллады». Гончарова, на самом деле, весьма остроумно получилось. В данном случае моя работа связана с дневниковыми записями Толстого. Я сначала долго-долго искал текст. На самом деле, поиск текста, да, в работе со словом, это одна из таких сложных, сложных очень этапов для композитора, потому что найти подходящий текст — это отдельная история. И, в конце концов, я почти отчаялся с нашими классиками и просто стал действовать немножко так по методу Кейджа, по методу случайности. Стал искать в интернете, вбил просто дневники Льва Толстого, просто по наитию выбрал 1862 год. Хотя известно, да, что это год основания Петербургской консерватории, но я совершенно не думал об этой дате. Это, опять же, тоже случайность. Дальше я стал читать эти тексты, которые скорее написаны каким-то писателем, нет, модернистом такое впечатление, коротенькие какие-то, практически речевки такие, совершенно никаким образом не связанные с литературным толстым. Я начал читать, потом дошел до этого текста, собственно говоря, где он описывает свою свадьбу. Увидел этот текст абсолютно беспрекрас, в общем-то, без каких-то елейных картинок описывал. Собственно, это событие жизненное и понял, что вот оно, это то, что нужно. И, собственно говоря, стал с этим текстом работать. Для меня, как я сказал, что это абсолютно какой-то метамодерновый текст. Да, метамодерн возвращает какую-то простоту и прямое высказывание. Вот настолько это все с современностью как-то соединилось, настолько это все мне напомнило какие-то тексты выдающихся рэп-исполнителей, что, в общем, вот такую эстетику я в этом услышал. Это ной, рэп и русский обряд в таком сложном миксе. Собственно говоря, вот предлагаю послушать. Собственно говоря, вот такая эстетика, вот такая эстетика, вот такая эстетика. Собственно говоря, вот такая эстетика, вот такая эстетика, вот такая эстетика. Она заплаканная в карете, она все знает и просто. Весь вадим страх, недоверие и желание. Собственно говоря, она заплаканная в карете, она все знает и просто. Она все знает и просто. Она все знает и просто. Мы возвращаемся к нашему разговору. У меня такой вопрос к вам. Как бы вы оценили музыкальные отношения между двумя столицами? И почему вашу музыку практически не услышишь в Москве? И еще один вопрос сразу же. Почему молод ансамбль практически не услышишь в Москве? Справедливости ради, на самом деле, мою музыку можно услышать в Москве. В спектакле Лены Павловой, который идет в центре Домбатургии режиссуры на Соколе. Это спектакль «Две сестры». Тоже во многом такая бескомпромиссная история про двух сестер, живущих на окраине Екатеринбурга. Вернее, там не указано, какого города. Это автор пьесы Борськовская, она из Екатеринбурга. Поэтому как-то у меня это ассоциируется с этим городом. В общем, на окраине русского города. В общем, это такой русский код, но совсем не елейный, а честный, который хотелось бы, на самом деле, видеть на сцене. Почему не звучит? Ну, просто не предлагают. Как-то так получается, что какие-то заявки тоже не получают положительного ответа. Поэтому достаточно редко действительно звучит. Ну, что касается, в принципе, взаимоотношений Москвы и Санкт-Петербурга, то тут надо быть справедливыми. Например, музыка моих коллег, да, и близких по ботусу, да, миллениалов, Олега Гудачева, Настасьи Крущевой, да, из Санкт-Петербурга, они вполне себе занимают достойное место в московских программах. Ну, с моими сочинениями вот так. Отчасти, я думаю, что это связано с тем, что, когда у композитора свой коллектив, очень многое, да, передается, несмотря на то, что я очень точно все нотирую. Вот, может быть, в том числе пугают и эти сложные эффекты, когда люди открывают партитуру, просто смотрят и думают, что с этим делать. Но, с другой стороны, вот этот момент все-таки из устной передачи каких-то, и вообще иногда просто даже интуитивного понимания, когда много лет играешь уже с моими друзьями, мы уже 12 лет вместе играем, и, соответственно, это все тоже накладывает определенный отпечаток в прочтении музыки, просто, наверное, это тоже имеет какое-то значение. А мол, ансамбль не услышать, но, опять же, по той же причине они не приглашают, хотя сейчас, вот, может быть, в 25-м году и случится что-то, вот, в этом случае переговоры ведутся. Но дело в том, что просто в Москве такое обилие коллективов, что даже как-то неудобно говорить, а абсолютный недостаток, да, в регионах каких-то коллективов, связанных с новой музыкой, по-моему, прекрасно, так сказать, окупается огромным количеством коллективов в Москве. Это и старейшие студии новой музыки, в Москве ансамбле современной музыки, это прекрасные хоровые коллективы, «Интрада» и «Кейдж», дальше молодежные коллективы, «Эйфория» и «Оркестр». В общем, я боюсь даже тематики, я боюсь кого-то просто забыть. В общем, огромное количество коллективов в Москве перенасыщено событиями в новой музыке. А ваше сочинение, которое хотелось бы сейчас послушать, «Превращение», как-то связано с «Кавкой»? Не связано совершенно, да, это скорее такая песня городских превращений, да, что я хотел бы сказать этим названием. Ну и, соответственно, собственно, песня превращения материала, да, и такая чисто технологическая история. Техногенная и технологическая в двух аспектах. Но на самом деле, слушателям мы ничего навязывать не можем, потому что они все равно слышат то, что хотят слышать. И эта пьеса звучала неоднократно, и каждый раз я получал либо личные сообщения в соцсетях, либо кто-то после концерта подходил и говорил, «Вы знаете, да, я прямо вот видел, как это вот этот рассказ «Кавки» и как это все происходит. Ну, собственно говоря, ну, значит, там это оно есть, если люди это слышат. Вот, на самом деле, это тоже такая техногенная история, связанная с эстетикой, опять же, не академической. Но вы сейчас услышите, да, это звучание ближе, наверное, все-таки к каким-то рок-командам или андеграундным каким-то электронным импровизациям. Да, давайте послушаем. КОНЕЦ 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 Я хотел бы вас спросить вот о чем. Вы возглавили не так давно фестиваль «Звуковые пути», фестиваль легендарный, основанный Александром Радвиловичем. Что вы принципиально изменили в устройстве вот этого масштабного события? Ну, во-первых, я хочу сказать еще раз огромное спасибо Александру Юрьевичу за доверие, потому что это легендарный фестиваль, легендарное событие, и была большая ответственность его принять. Но принимал его не я один. К тому времени мы работали уже командой организаторской, и этой командой мы провели несколько проектов, в том числе два фестиваля под названием «Время Стравинского». Это в первую очередь, конечно же, исполнительный директор Мария Андреева, которая очень много, так сказать, вкладывалась в эти проекты и, соответственно, в рамках также дизайнер, художник Виктория Панова, и куратор художественного направления. Очень важная в этих проектах была, собственно говоря, идея синтеза искусств. Нового синтеза искусств, который будет рождать какие-то новые идеи, которые, возможно, в будущем просто станут какой-то классикой. Это наша была такая идея фикс, и она остается идеей фикс, поэтому вот эту междисциплинарность мы, конечно, в фестиваль «Звуковые пути» старались принести. И, собственно говоря, проект «Русские писатели пишут письма», о котором я рассказывал, это как раз тоже вот наша дань такой междисциплинарности, потому что там был видеоарт, да, мультимедийные оперы не могут существовать без визуального такого современного решения. Видеоартом занимался замечательный воронежский художник Егор Остапченко. Он как раз тоже очень в своих работах связан с таким русским кодом, но вот не в таких, не в прямолинейных решениях. Постановку осуществлял замечательный режиссер, молодой Федор Федотов. И, собственно говоря, вот такая коллаборация, она для нас очень цена была. Вот пригласили на фестиваль Центра электроаккустической музыки Московской консерватории, который уже сколько лет радует, да, различными премьерами самых отвязных пьес, которые, конечно, тоже не укладываются вообще в понятие академизма, никаким образом это звучание, опять же, как после концерта ко мне подходили. Люди говорили, что звучание реально как у лучших рок-команд, в смысле выстроенности баланса, в смысле каких-то вот решений. Поэтому, конечно, мне кажется, вот этот момент, это наше какое-то привнесение фестиваля. Но, с другой стороны, фестиваль очень богат традициями. Конечно, одна из богатых традиций – это представление публики музыки классиков. Авангарда, как теперь говорят, да, теперь уже мы столетия этих людей отмечаем. Они все примерно в одно время, да, 20-30-е годы, дни рождения. И, соответственно, это тоже очень ценный момент, потому что нечасто в афишах все-таки эти имена встречаются. Причем, если встречаются, то, конечно, самые удобные для исполнения истории, которые не требуют больших вложений. Поэтому фестиваль в этом отношении тоже должен эту лакону закрывать, продолжать закрывать. И, в общем, мы надеемся тоже в этом положительную роль играть. Завершим программу вашей неотвязной пьесы под названием «Хоралы и гимны». Несколько слов о ней. Это работа, заказ в рамках программы «Ноты и квоты» 2022 года. Программа «Союза композиторов», которая вот уже четвертый год, если я не ошибаюсь, дает композиторам возможность получать гонорары за свою авторскую, я подчеркиваю, музыку. Композиторам выдвигает коллектив, который любит с ним работать. В моем случае это был камерный хор «Фистина». Вот еще один коллектив, который, по-моему, мою музыку просто с полуслова понимает. Часто мне просто даже ничего говорить не нужно. Они просто интуитивно чувствуют, что нужно сделать. И они вот выдвинули меня на соискание заказа. И жюри в тот год сочло возможным предоставление этого заказа. Значит, запись это с исполнения в доме радио на открытии семинара для молодых композиторов международного. Вот еще один из наших таких больших проектов. Значит, это такая семичастная композиция. Эти хоралы и гимны, тексты разные. Генри Тора, это американский философ 19 века. И, собственно, то, что мы сейчас слушаем, это центральная часть. Это семичастная композиция. Так вот, это четвертая часть оттуда. Стихи Анны Горенко. Это такой ленинградско-израильский поэтический андеграунд в 80-х, 90-х. Как понятно, это псевдоним, связанный с настоящим именем еще одной нашей известной, великой поэтессы Анны Ахматовой. Совершенно нетривиальные стихи, очень такой обнаженный нерв в них присутствует и этим. И, опять же, очень нетривиальное мышление поэтическое, поэтому они меня привлекли. И вот две части из этих хоралов и гимновок написаны как раз на стихи Анны Горенко. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я желаю вам удачи во всех ваших проектах. Большое спасибо. 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 Большое спасибо.